С профессиональным праздником, Днем работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства поздравили сегодня работников предприятия, объединенных котельных и тепловых сетей. На торжественном мероприятии первые лица округа и руководство предприятия честовали коллектив и наградили отличившихся коммунальщиков за хорошую работу и многолетний труд. В цехе, где собрался коллектив предприятия, объединенных котельных и тепловых сетей, полумрак и совсем не жарко. Обстановка рабочая. Торжественная церемония начинается с награждения Александра Лидер, заместителя руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа, вручил поздравительные адреса и поздравил с присвоением званий почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого округа Нину Ворсину и Инну Ермолину. Почетная грамота администрации Ненецкого округа награждена заместитель главного бухгалтера по КТС Татьяна Попова. Благодарственное письмо губернатора Ненецкого округа вручено Роману Корху, слесарю-ремонтнику ремонтно-восстановительного цеха. По мнению Романа, в основе успешной работы – слаженный коллективный труд. Смотря какие утечки есть небольшие, есть сложные. И все зависит от коллектива. Если коллектив дружный, то устранится быстро. По словам директора предприятия Натальи Бетхер, работа стабилизируется. В этом году введена в строй вторая котельная, построен транспортный цех. Депутат окружного собрания Виктор Кмитя отметил, что за всю историю существования предприятия были разные периоды. Навсегда ПОК давал тепло жителям города в любые морозы. И вот в любой морозный день мы оцениваем работу вашего предприятия. И мы все прекрасно понимаем, что на севере тепло – это жизнь. Без всего можно обойтись, без тепла не прожить. Благодаря вашему самоотверженному труду – это не столько не преувеличение, потому что за этот год я убедился, что вы люди, чей труд, я считаю, действительно недооценен, но вы несете очень благую и ответственную миссию, потому что без самопожертвования в какой-то степени и того труда, который вы вносите, невозможно было бы проживание в условиях Крайнего Севера. Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей образовано в 1984 году. Основная задача – производство пары и горячей воды, тепловой энергии котельными, бесперебойное снабжение потребителей теплом и безаварийная работа оборудования источников тепла, тепловых сетей, оказание населению предприятиям города услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Север». Север. Север.